С 5 августа по 10 октября в Одессе пройдет 25-й юбилейный книжный фестиваль «Зеленая волна». Уже традиционно локации разместят в парке Шевченко. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет как в офлайн до 8 августа, так и в онлайн форматах. Организаторы отмечают, что все одесситы и гости города смогут увидеть новые произведения, а также побывать в сообществе творческих людей. Сразу после открытия гостей ждет вечер памяти Михаила Жванецкого, который был частым гостем книжного фестиваля «Зеленая волна». Этот фестиваль у нас и радостный юбилейный, и грустный, потому что впервые с нами не будет Михаила Жванецкого. Но тем не менее, хотя его нет с нами физически, он в наших сердцах, он в своих произведениях. И поэтому сразу после открытия фестиваля, который будет в 17 часов 5 числа, будет вечер памяти Михаила Жванецкого, в котором принимают участие наши замечательные одесские артисты. Совместно с «Зеленой волной» пройдет и литературный конкурс произведений для детей и подростков «Корний Чуковская премия», где творения победителей отправятся в библиотеки области. Директор Департамента культуры Гоблгосадминистрации отметила, что проведение подобных фестивалей важно для региона. Областные библиотеки остро нуждаются в свежей литературе. Михаила Жанецкого, директор Департамента культуры Гоблгосадминистрации В процессе децентрализации, в процессе реформи галузи культуры библиотек мы имеем проблемы с книжками, безусловно. И вот такой подарок в каждой сельской библиотеке, на мой взгляд, это очень важно. Продолжение следует...